Как говорят ученые, длинный спящий супервулкан Кампи-Флагрей окончательно пробудился. По их мнению, изучая источник поступающей магмы, разрушительное извержение может быть не за горами. На протяжении четырех лет ученые поднимают вопрос, что любое извержение этого супервулкана способно вызывать гибель миллионов людей, живущих в ее облези или на вершине. Вулканическая кальдера Кампи-Флагрей, расположенная к западу от города Неаполь в Италии, последний раз пробуждалась в XVI веке. Затем были зафиксированы несколько небольших толчков в 1980-х годах. По данным United Press International, сейсмографические показатели позволили ученым определить источник магмы, заполняющий кальдеру Кампи-Флагрей. Анализ горячей зоны супервулкана показывает, что Кампи-Флагрей активно приближается к извержению. Исследователи сравнивают горячую зону вулкана с кипящим горшочком с супом. За последние несколько лет вулкан стал значительно более жарким. Основываясь на оценке текущих потоков, ученые обеспокоены тем, что потенциально смертельное извержение может произойти вблизи устно-населенного центра, такого как город Неаполь. Как говорится в докладе ученых «АллатРа Наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. В современном мире глобальных климатических изменений нельзя ручаться ни за одну пять землей, ввиду проявления новых экстремальных аномалий природы, представляющих опасность даже для относительно стабильных районов проживания. Другими словами, от всевозможных растущих рисков никто не застрахован, и климатическим беженцем уже завтра может стать каждый из нас. В этой связи крайне важно глобально и быстро менять ценности общества потребительского формата на духовно-нравственный, созидательный формат, где добро, человечность, совесть, взаимопомощь, дружба, доминирование духовно-нравственных основ стояли бы на первом месте во взаимоотношениях между людьми, независимо от их национальности, вероисповедания, социального статуса и иных условных и искусственных разделений мирового общества. Когда все люди будут стремиться создавать жизнь, удобную для всех окружающих, то в этой жизни они и будут сохранять себя и свое будущее. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!